Привет, друзья! Вы находитесь на канале Кредита Столица, и с вами я, ведущая BTC News, Екатерина. Сегодня я расскажу вам о самых интересных, удивительных и актуальных событиях, которыми запомнилась эта неделя. На бирже свое закрылись первые фьючерсные контракты на биткоин. Считается, что итоговая цена на январские контракты составила 11 тысяч долларов за монету. Многие эксперты считают, что закрытие фьючерсных контрактов на биткоин может быть причиной обвала криптовалют. Стоит отметить, что следующие фьючерсные контракты на биткоин на CBOE истекают 14 февраля, и на данный момент их цена составляет 10 тысяч 820 долларов. Кроме того, 26 января закроются первые биткоин-фьючерсы на бирже CME. Тема криптовалют оказалась в центре внимания Гайдаровского форума, проходящего в Москве под девизом «Россия и мир, цели и ценности». Что же говорили на форуме руководители российского финансового сектора? Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев связал феномен криптовалют с изменением жизненных ценностей граждан с точки зрения материальных накоплений для граждан. Цитата. «Я знаю, что лучший подарок сегодня для девушек не бриллианты, а криптовалютные фермы», конец цитаты, цитирует его выступление РИА Новости. Моисеев сравнил криптовалюту с очередной компьютерной игрой, которая сперва распространяется среди самых широких слоев населения, но через некоторое время теряет популярность и занимает свою социальную нишу. Также, по мнению министра и криптовалютами, скоро будет заниматься только узкая прослойка профессионалов. Немало тому поспособствуют и сопутствующие риски, когда невозможно обратиться в суд в случае, если проведенная та или иная транзакция имеет не тот результат, на который рассчитывал субъект обмена. В Таиланде пара россиян стала жертвой соотечественников, которые обманным путем решили завладеть их биткоинами. Да и сумма была совсем невнушительная, всего лишь какие-то 100 тысяч долларов, пишет Пукет газет со ссылкой на полицию. Как рассказали пострадавшие, двое неизвестных ворвались в их апартаменты и представились сотрудниками российского бюро Интерпола, якобы расследовавшими махинации с биткоинами. Преступники, которые удерживали своих жертв в апартаментах на протяжении пяти часов, заставили молодую пару передать пароли от электронного кошелька, на которых хранилась криптовалюта. В противном случае они угрожали вколоть им наркотики и передать в состоянии наркотического опьянения тайской полиции. Инцидент произошел в понедельник вечером 15 января, а пострадавшие обратились в полицию лишь в четверг. И хорошая новость. Lighting Network стала работать в сети биткоина и теперь транзакции будут быстрыми и дешевыми. А передо мной море Таиланда. И смотрите наши новости, подписывайтесь на канал, следите за обновлениями и мы никогда с вами не расстанемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok